День Города В библиотеке имени Горького прошел круглый стол, посвященный вопросам преодоления международных розней. Служили два товарища. Родственник прототипа легендарного красноармейца, героя советского фильма, рассказал о своем знаменитом предке. В Главном управлении регионального МЧС после реконструкции открыли мемориальный комплекс, посвященный рязанским пожарным. Уроки мировых войн XX века для консолидации общества и преодоления международной розни. Такой была тема круглого стола, организованного в рамках международного просветительского проекта «За веру и Отечество». В заседании принял участие и глава региона Олег Ковалев. Побывала на мероприятии наша съемочная группа. Ольга Харламова расскажет подробно о тех вопросах, которые сегодня поднимать необходимо. Открывая заседание международного круглого стола, губернатор Олег Ковалев поблагодарил иностранных гостей, экспертов, ученых, деятелей искусств. Особую благодарность глава региона выразил руководителю Института демократии и сотрудничества Натальи Нарочницкой, усилиями которой международный просветительский проект «За веру и Отечество» проходит именно в Рязани. Вам предстоит обсудить серьезные вопросы, имеющие большое значение для общества в целом, для всего мирового сообщества, я бы сказал. Сегодня, как никогда, важно сохранить правду о таких мировых трагедиях XX века, как Первая и Вторая мировая война, которая в истории нашей страны вошла как в Великой Отечественной войне. В этих войнах участвуют целые народы, которые сражались за свободу и независимостью своих государств, своих стран. Это действительно человечество вынесло немало уроков из этих глобальных военных потрясений. Главное из них заключается в том, что никакие противоречия нельзя разрешать в объединении каждого. Обращаясь к участникам заседания, губернатор Олег Ковалев отметил, что на круглом столе предстоит обсудить серьезные вопросы, имеющие большое значение для общества. В мировых войнах участвовали целые народы, которые сражались за свободу и независимость своих стран, подчеркнул губернатор. Человечество вынесло немало уроков из этих глобальных военных потрясений. Главное из них заключается в том, что никакие противоречия нельзя разрешать военными конфликтами. Олег Ковалев обратил внимание присутствующих на важность того, что вопросы консолидации общества и преодоления международной розни будут обсуждаться, в том числе при участии зарубежных представителей. Кроме того, глава региона отметил, что на заседании круглого стола необходимо больше внимания уделить вопросам патриотического, интернационального воспитания молодежи в духе уважения к традициям каждого государства и народа. Тема нашего круглого стола очень важная. Я помню, что сразу после Первой мировой войны, где на все время, лучше, что не на славе, на все время глядит журнал «Новая Европа». Весь мир, вся Европа считала, что после этой страшной мировой войны, войны никогда больше не будет. Такой активист был. Всегда была война, ужасная война, война никогда больше не будет. Сейчас мы строим новую Европу. Но, к сожалению, в 20-летнем, прошла вторая война, и сейчас, после, не знаю, только в 16 лет, мы видим снова появлялись люди, которые продолжают эту идеологию войны. Мы все хорошо знаем, в Советском Союзе сколько потерял, только в 17 лет потерял. Я считаю, что в первой мировой войне все лет потеряло почти половину своей жизни. Президент Фонда исторической перспективы, директор Института демократии и сотрудничества Наталья Нарочницкая отметила символичность того, что заседание по такой важной теме, как уроки мировых войн, проходит именно в Рязани. Рязань является символом России, ее верности старинным корням и традициям и одновременно стремлением к новому, отметила гостья. 95 лет назад, в ночь на 8 ноября, бойцы Красной Армии вступили в ледяную воду залива Сиваш или Гнилого моря, чтобы уничтожить последнее гнездо контрреволюции на территории Советской России, засевшую в Крыму белую армию барона Врангеля. Спустя много лет о последнем наступлении Красной Армии во время Гражданской войны расскажет знаменитый художественный фильм «Служили два товарища». Но мало кто знает, что прототипом одного из главных героев, красноармейца Ивана Корякина, стал наш земляк Сергей Иванович Мосякин. А его племянник сегодня живет в Рязани и буквально по крупицам восстанавливает биографию знаменитого предка. «Служили два товарища, ага». Долгое время о том, что Сергей Иванович Мосякин совершил подвиг, не знали даже члены его семьи, пока в 1967 году в газете не появилась статья о герой Сиваша. Удивительно то, что ни брат мой, который фронтовик Виктор Ильич, ни отец Илья Иванович, и, видимо, такой же по складу характера Сергей Иванович, они ничего не говорили о фронте, о боях. Почему, даже не знаю, я уж взрослый был, но что-нибудь, как говорится, чтобы рассказать, я когда однажды старшему брату спросил его, я говорю, слушай, ну ты расскажи хоть что-нибудь, он даже обиделся. Когда на экраны вышел фильм «Служили два товарища» о несправедливой войне, хороших людях и красивой революционно-романтической мечте, Анатолий Ильич сразу узнал в ключевом герое своего дядю Сергея Мосякина. Идея заключалась в том, чтобы ночью подобраться к укрепленному району на Литовском полуострове, который находится вот здесь, вот Литовский полуостров, вот выступает Белая, значит, вот с этих двух мест, это значит, захватить плацдарм неожиданно для Белых. Так и получилось все. Вот перекоп, а здесь вот как раз эта штурмовая колода переходила через Севаж. В фильме бывший фотограф Некрасов определён начальником штаба фронтовым кинооператором. В помощники ему назначают бывшего командира роты Карякина. Взаимоотношения между ними сразу накаляются, но выполняя одно задание, Карякин и Некрасов становятся настоящими фронтовыми товарищами. Ролан Бык выиграет его роль. Это совершенно противоположные по характеру типажа. Кино есть кино, пусть и не совсем правда, с ноткой грусти говорит Анатолий Ильич. Иногда Иван Карякин мало чем похож на реального героя. В картине в нём легко уживаются романтика, жестокость, вера и ненависть. А правота часто переходит в самоуправство. Он горит революцией, он предан ей до конца. Интересно, какая же нам теперь награда будет, а? Расстрелять. Опять расстрелять? Все с ума посходили. Награды действительно будут. Архивная справка Советской Армии гласит. Представленного к награждению Ренвоенсоветом Харьковского военного округа за отличия в боях с частями Врангельской Армии, в кавычках, при переправе через Севаш 8 ноября 1920 года. В 1926 году Сергей Мосякин демобилизовался и на 4 года уехал в Рязанскую глубинку, село Половское Спасского района. По каким причинам позже он переедет в Рязань, его племянник не знает. Живьём своего дядю Анатолий Ильич видел в далёком 41-м. Я его единственный раз видел. Он был, конечно, плохой, больной уже. И потом, когда я уже взрослый, прочитала статью, я понял, что это Севаш, конечно, не прошёл даром, это холодная погода. И плюс ещё, значит, война с басмачами в Средней Азии подорвало его здоровье. Герой Севаша Сергей Мосякин умер в мае 42-го. Год назад, когда Крым присоединился к России, его племянник начал активно восстанавливать биографию дяди и узнал, что имена красноармейцев, которые вели тяжёлые бои на Литовском полуострове, давно увековечены в граните. Это всё? Всё. В минувшую пятницу в Главном управлении регионального МЧС состоялась торжественная церемония открытия после реконструкции мемориального комплекса «Вечная слава героям», посвящённого Рязанским пожарным. Мероприятие состоялось в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и в рамках проекта «25 добрых дел», посвящённого 25-летию МЧС России. Мемориальный комплекс был создан в Главном управлении в 1985 году в честь 40-летия Победы. Не случайно говорят, у того, кто не знает свою историю, нет будущего. В Главном управлении Рязанского МЧС в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и в преддверии 25-летия МЧС России реконструировали мемориальный комплекс, посвящённый Рязанским пожарным. На мемориальной доске увековечена память Александра Полина и Ивана Зайцева за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в битве на Курской дуге. Они получили звание Героя Советского Союза. Затем свой трудовой путь они продолжили в мирное время и передали свой опыт молодому поколению. Их имена вписаны в историю нашей страны. Особое место уделено сотрудникам, которые пали в мирное время, защищая регион от огненной стихии. Четверо из них – это Виктор Павлович Агафов, Василий Алексеевич Зыльев, Николай Васильевич Пальгин, Евгений Пателевич Акульков. Ценой своей жизни отстояли Рязанский нефтеперерабатывающий завод во время страшного пожара 27 июня 1969 года. И не только завод, но здесь бы хотелось отметить и население, и ближайшие жилые дома города Рязани. Всего в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 150 работников пожарной охраны и гражданской обороны. К сожалению, не все из них вернулись. На эту мемориальную доску вписаны имена погибших на полях сражений. 6 ноября в МКЦ честовали заслуженного работников физической культуры, тренера одного из основоположников автоспорта в России, организатора первого массового автокросса в Рязанской области Аркадия Дадаева. Рязанцу исполнилось 80 лет. Встретиться с юбиляром пришли депутаты, представители спортивных и общественных организаций, коллеги, воспитанники, друзья и близкие поздравили тренера и представители региональной власти. За вклад в развитие рязанского автомобильного спорта юбиляру вручили знак губернатора Рязанской области за усердие. Рязанская область может похвастаться длинным списком знаменитостей, которые известны по всему миру. Среди них, конечно же, Сергей Есенин, великий русский поэт, Петр Семенов, теньшанский русский исследователь и экспедитор, выдающийся адмирал Александр Авилов и многие другие. И совсем недавно свой 80-летний юбилей отметил один из основоположников автоспорта в России, организатор первого массового автокросса в Рязанской области Аркадий Дадаев. Мне выпала честь сегодня за несколько организаций поздравить Аркадий Николаевич, поэтому следующее уже от нашего управления по физической культуре, массовому спорту, администрации города Рязани, выражаем вам искренне признательность за ваш многолетний труд по развитию физической культуры и спорта в городе Рязани, области и Российской Федерации. 56 лет своей жизни Аркадий Николаевич посвятил спорту, воспитал десятки чемпионов-гонщиков и судей в СССР, России и странах СНГ. Ветеран автомобильного спорта союзов России, СНГ, судья всесоюзной категории, председатель Рязанской городской общественной организации «Центр авто-мотоспорт». И это далеко не полный список реголя Аркадия Дадаева. Встретиться с юбиляром пришли депутаты, представители спортивных и общественных организаций, коллеги, воспитанники, друзья и близкие. Награждается Дадаев Аркадий Николаевич за проявленные усердия в работе. Первый заместитель председателя регионального правительства Шаукат Ахметов поздравил Аркадия Дадаева от имени губернатора Олега Ковалева и зачитал приветственную речь, в которой поблагодарил спортсмена за заслуги перед регионом. За вклад в развитие рязанского автомобильного спорта юбиляру вручили знак губернатора Рязанской области за усердие. Наркополицейские ликвидировали точку по продаже синтетических наркотиков в областном центре. Двое молодых рязанцев активно занимались уличной торговлей курительными смесями и спайсами в Преокском районе. Подробности узнаете из сюжета Алены Куколевой. Привычным местом встречи торговцев наркотиками с клиентами служила площадка около одного из кафе в Преокском районе. Оперативники выяснили, что ежедневно на точку приезжали наркопотребители как из ближайших кварталов, так и из других районов города. Сотрудники УФСКЕ задержали трех предполагаемых потребителей, которые посетили это место. При себе у них оказались свертки со спайсом. Самих наркоторговцев задержались по личным в тот момент, когда они встречались с потенциальными клиентами. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники наркоконтроля изъяли у подозреваемых свертки со спайсами, деньги, полученные от наркоторговли и упаковочные материалы. Возбуждено уголовное дело по фактам сбыта наркотиков в крупном размере группы лиц по предварительному сговору. За совершение данных преступлений подозреваемым могут грозить серьезные сроки лишения свободы вплоть до 20 лет. Сбытчиками оказались мужчины 28 и 27 лет. Оба неоднократно судимы за различные преступления. Оперативники установили, что мужчины приобретали наркотический концентрат и смешивали его с аптечными травами. Опасаясь быть задержанными, сообщники применяли меры конспирации. Хранили наркотики в тайниках, в парке и подъезде одного из домов по улице Октябрьской. Душевую соседнего общежития использовали для изготовления и фасовки наркотиков. На этом мы завершаем наш выпуск. Смотрите далее программу подробности. Ну а День города прощается со зрителями до завтра. Смотрите нас на Рязанских кабельных. Всего доброго. Это она. Опять она. Невыносимая, ужасная болезнь, от которой болит полголовы. От неё нет никаких средств. Нет никакого спасения. Именно так Михаил Булгаков в своём романе «Мастер и Маргарита» описал мучившую Понтия Пилата мигрень. В наше время подобную головную боль испытывают сотни тысяч людей ежедневно. С мигренью можно бороться с помощью магнитотерапии. Множество исследований подтверждают её результативность. На базе нашего предприятия был создан специальный медицинский прибор, который позволяет проводить сеансы лечения в домашних условиях. Аппарат «Диамаг» используется не только для облегчения головных болей. Уже несколько лет его активно применяют в сосудистых центрах страны для лечения различных нарушений мозгового кровообращения. Аппарат рекомендует при хронической ишемии головного мозга и остеохондрозе шейного отдела позвоночника. Спешите приобрести «Диамаг» по специальной цене до 10 ноября в аптеках «Спрей», «Фарма» и «Ригла». Субтитры создавал DimaTorzok